Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите, как всегда, кулинарную пропаганду. Я уже предвкушаю, сколько сегодня будет виртуальных зубов выбито, сколько виртуальных носов сворочено на бок, а все потому, что я покажу суп харчо. Рецепт этого грузинского блюда стал очень давно популярным за пределами Грузии. Возможно, поэтому практически каждый имеет собственное представление, какой харчо правильный, а какой нет. В рамках сегодняшнего выпуска людей можно разделить на четыре неравных группы. Первая, назовем ее условно опытные. Моя бабушка, моя мама, моя тетя всегда готовила харчо из баранины, так что если он не из баранины, это не харчо. Вторая, знатоки. Да еще Вильям Васильевич Похлебкин сказал, что харчо на самом деле по-грузински звучит, как взрахис харци-харшот, что в переводе означает говяжье мясо для харчо, а значит харчо только из говядины. Третья, пофигистые. Да наплевать из чего, главное, чтобы вкусно. И четвертая, самая немногочисленная, в которую вхожу я и надеюсь, что после сегодняшнего выпуска в нее войдете и вы. Во-первых, есть два блюда. Есть харчо, а есть суп харчо. Блюдо под названием харчо ближе всего к сациве, то есть это кусочки мяса в таком густом ореховом соусе. Суп харчо – это суп. Но над стариком Похлебкиным Вильямом Васильевичем, похоже, кто-то пошутил, потому что ту фразу, которую он переводит, как «говяжье мясо для харчо», правильнее было бы перевести, как «давайте сварим похлебку из коровы». Дзракхис харшот. Действительно, это два слова. Дзракхис – говядина, харшот – похлебка. Но мы-то говорим о супе харчо, то есть о похлебке. Короче, вы уже, надеюсь, осознали, что харчо, похлебка может быть из какого угодно мяса. Более того, оно может быть вообще без мяса, и все равно это будет похлебка. Ну, а Вильям Васильевич писал частный ее случай. Вот в этой кастрюле у меня варится баранина. Если быть до конца точным, то шея барашка. Как вы, надеюсь, знаете, самое вкусное мясо для супов, для тушения растет именно на костях. Так что сегодня у меня харчо будет из баранины. Что же является определяющим супе харчо? Другими словами, где провести ту грань, за которой суп харчо превращается в какую-то другую похлебку. Нарежу пока лук. А гранью этой, по моему убеждению, является вкус. Очень пряный, в первую очередь кисловатый, и только во вторую острый. Грузинская кухня вообще, вопреки всеобщему убеждению, в первую очередь пряная, кислая и только затем уже острая. Лук надо обжарить на растительном масле. Огонь средний. Надо довести лук до легкого зарумянивания. А пока он обжаривается, нарежу корень петрушки. На столе, во время грузинского застолья, вы обязательно увидите пышные пучки свежей зелени, горы свежих овощей. И это, пожалуй, единственное, что объединяет всех жителей Грузии. А дальше начинаются кардинальные различия. Менгрилы, например, вообще почти не едят баранину, и корчо крайне редко зелень подают. Добавлю кукурузной муки. Это, конечно, не та мука, что нужна. Слишком крупный, по-моему, но другой нет. Да, так вот насчет отличий. За хачапури, например, нужно отправляться к имеретницам. За сациви опять к менгрилам. Бас-баш пробовать в кахете, а хинкали у мультитулов. Пора вытаскивать мясо из бульона, а рис отправлять к него. Хотя, конечно, все эти разделения достаточно условные. Я к чему это все говорю? Возможно, из Владивостока там или из Мадрида Грузия выглядит неким монолитным в плане культуры государством, но на самом деле там такая сборная солянка, настолько самобытные даже соседние районы, что говорить об однородности совершенно не приходится. Тем более смешно слышать высказывания псевдознатоков. Я знаю, как правильно готовить. Меня друг грузин учил. А спроси ты такого умника. А ты знаешь вообще-то, кто твой друг? Аджарец, Аварец, Кахетинец или вообще месхетинец? А знаток и словцы таких не знают. Рис варится уже почти 10 минут. Настало время первой закладки. Лук весь, корень петрушки, молотый кориандр, лавровый лист и черный перец. Почему я вам вообще все эти байки про Грузию и про харчо рассказываю? Да к тому, чтобы вы не заморачивались обязательно там бараниной или говядиной или птицей. Характерный вкус в харчо создают большое количество обжаренного лука, свежая ароматная зелень и пряности. Густота в супе получается в результате добавления риса и или растолченных грецких орехов. А кислоту лучше вносить кемалью. Вот у меня пастила и свежие лычи. Меня Володя привез. Вы его видели в ролике с паэльей. В конце вставлю ссылочку. Нарву кусочками поменьше. Ну вот, наверное, такими приблизительно. И залью бульоном. Пусть пока разойдется. Эта пастила приготовлена почти из дозревшей лычи, поэтому кроме кислоты в ней присутствует и некоторая доля сахара. Поэтому основную кислоту я доберу кемалевым соусом зеленым. Порублю зелень петрушки. Всего приготовления супа харчо можно условно разбить на несколько этапов. Этап первый. Сварить мясо. Хотя давайте лучше в конце в виде таблички вам для удобства обзор этапов вывешу. Пока нарублю кинзу. Она пойдет в самом конце. Вот так. Будет достаточно. Рис варится уже 10 минут. Время второй закладки. Пюре из текемаря. Все до капли. И пряности. Похлебкин утверждает, что закладку этих самых пряностей нужно начинать с хмели-сунели. Но хмели-сунели это смесь пряностей. И состоит она из кориандра, базилика, красного острого перца, укропа, лаврового листа и много чего еще. Вы спросите, а чего же тогда тот же самый Пахлебкин рекомендует и хмели-сунели добавлять, и почти все эти пряности по отдельности. А вот это тот самый классический пример небрежности Вильяма Васильевича Пахлебкина. Это в очередной раз очень хорошо нам показывает, что даже к классикам от кулинарии нужно относиться с изрядной долей скептицизма. Соли надо добавить и пора пробовать. Что там с кислотой? Маловато кислоты. Добавлю. Как и говорил, еще и текемалевого соуса. Ну вот, вот так, наверное, будет достаточно. Так, а что теперь? Вот, другое дело. Еще пять минут и практически готово. А я пока порублю чеснок. Даже не то, что порублю, а слегка измельчу, чтобы проще было его в ступке растереть. Растирать, конечно же, надо в кашу. Вот так. Смотрите, какая красота. В таком вот виде он моментально собой весь харчо пропитает. Все, огонь выключаю и отправляю сюда весь чеснок. Вот так. И кинзу сюда же. Еще в харчо было бы отлично добавить мелко нарубленный базилик. Но в наших краях его днем с огнем не найти. А если и появится где-то, цена на него такая, как будто его из золота делают. Ну что, харчо готов. Пора садиться за стол и затягивать. Где же это моя сулеко? Как и обещал, обзор, краткий обзор основных этапов готовки. Этап первый. Сварить мясо, положить рис, варить 10 минут. Этап второй. Положить обжаренный с кукурузной мукой лук, корень петрушки, семена кориандра, лавровый лист, черный перец. Варить еще 10 минут. Этап третий. Положить зелень петрушки, добавить подкислитель, тхемалевый соус, ледклапель, протертые обжаренные томаты, плюс пряности, хмели-сунели, красный острый перец, корица и медицинский шафран. Посолить, варить 5 минут. Этап четвертый. Выключить нагрев, положить толченый чеснок, добавить зелень кизы и базилика. Этап пятый. Петь сулико, пить вино и наслаждаться грузинской кухней. Спасибо за компанию. Всем пока. Да, я же вам ссылочку обещал на ролик с Володиной Паэринг. Вот она. Теперь уже пока.